Сейчас мы видим заторвую ситуацию на кольце улицы Майорчика и улицы Калинина. Ни на минуту не прекращающийся звонкет инспекторов и онлайн-мониторинг дорог. Программа НЭП в дежурной части полка ДПС города Красноярска. Эвакуация 2, улица Теленицана, дом 9. Судя по изображениям с дорожных камер, а их по городу установлено около 30, пока пробок в городе нет. На часах всего лишь 11 утра. А как появятся, инспекторы-регулировщики выйдут на дороги. Можем наблюдать какие-то изменения, например, про дорожную работу, либо заторвать ситуацию. В часы пик. По данному видеообзору мы наблюдаем весь процесс. Это в утрешнее время и в вечернее время. Согласно установленной дислокации, все наряды направляются на те участки проезжих частей, где образуются заторвые ситуации. Эти камеры не распознают скорость проезжающих авто. На это есть другие дорожные наблюдатели. Приборы мобильной фиксации. Поближе познакомиться с одним из них нам любезно предложили сами инспектора. И мы согласились. Пока мы ехали к месту расположения камеры фиксации скорости, наша съемочная группа стала свидетелем страшной аварии. Молодой мужчина во время обгона не справился с управлением. Парню повезло, родился в рубашке. Тут хочешь, не хочешь, задумаешься о скоростях. Это один из объектов фиксации автоматической превышения установленной скорости движения водительским составом. Всего по городу Красноярску и пределах его окрестностей установлено 20 камер стационарной видеофиксации превышения скорости движения. Они расположены в тех местах, где наиболее часто происходит дорожный транспорт происшествия по причине превышения скорости движения. Эта камера на Северном шоссе. Водитель, притормози. Каких-либо замаскированных камер фиксации в городе нет. За 5-10 метров до каждой можно увидеть вот такой символ предупреждения в виде дорожной разметки. Вот у нас конкретно движется нарушитель скорость 95-96 км в час. На данном участке разрешенная скорость 60 км в час. Это то самое Северное шоссе, только теперь мы видим его через объектив камеры в центре автоматической фиксации. Здесь ваше нарушение скоростного режима не оставят без внимания. За 8 месяцев текущего года в центре автоматической фиксации вынесено более 118 тысяч постановлений о привлечении к административной ответственности собственников. Были случаи фиксации нарушений скоростного режима. Это и скорость 195 км в час. А здесь снимки с камер тщательно анализируют. Иногда на память инспекторам остаются вот такие по-своему трогательные фотографии. Иногда водители, да, когда знают, либо видят в последний момент, что они попадают в область фиксации, нарушают при этом, относятся к этому позитивно, как вот видно на фотографии. И самый главный на сегодня вопрос. Скажите, а правда, что если проехать под камерой скоростной фиксации менее чем, допустим, 70-71 км, то она не фиксирует нарушение? Если в населенном пункте, а именно в городе Касаняцке, допустимое скорость движения 60 км в час, то начиная с 71 км, уже все сотрудники госавтоинспекции, в том числе и сотрудники центра автоматизированной фиксации, могут вынести постановление о нарушении скоростного режима. Дорожный миф оказался правдой, но это совсем не значит, что по городу мы спокойно можем передвигаться со скоростью 71 км в час. Вы и сами знаете, эта грань такая тонкая. Не гоняйте, игры со скоростью к добру не приводят.